алло вы звонили мне во сколько мне после обеда в желательно ага и суть вопросов в чем будет суть собеседование о чем да 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 закрыть свинобизнес во всем казахстане свинобизнес ну мне кажется он же маленький человек да я этот вопрос задам депутату что они люди законотворческие люди вопрос был задан им чтобы они издали такой закон они направили в район непонятно маленькому человечку который там отвечает там непонятно что он там может он же не человек который может заниматься законотворчеством поэтому все это как это вот непонятная чехарда для меня не понятно да ну к сожалению это требует закон чтобы мы провели с вами не заведем то зам Акима района должен поговорить со мной позвонит сам он мне да или да ну вы сказали во второй половине дня значит это будет во второй половине дня хорошо да хорошо хорошо а с кем я разговаривал извините я главный специалист аппарата Акима Тайшинского района а северокадстанская область да Тайшинский район ну вот друзья вы слышали значит звонок со специалистом Тайшинский район это северокадстанская область там где находится свинокомплексы два огромных свинокомплекса и они еще строят третий огромный свинокомплекс то есть по словам жителей там содержат на сегодня уже более четырех сот тысяч свиней 400 тысяч свиней понимаешь а декларирует везде что там сто тысяч либо двести они говорят ну то есть мне жители говорят не верим яргали они врут и вот депутат то что вот отправил туда тоже это знаете будем разбираться друзья мои поддержите меня пишите комментарии ставьте лайки поеду еще раз к депутатам еще раз будем поднимать этот вопрос я думаю что этот вопрос ну да надо перенаправить не сельхозпроизводителю ходжа назарову который сам является сельхоз хлеборобом который влюблен в хлеборобство а надо направить я говорю вот законотворческим людям таким которые хотят именно новый казахстан новое все должно быть так как требует народ а народ насколько я понимаю требует чтобы свиноводческий бизнес не был в казахстане этого требует наш казахстанский народ где 80 процентов мусульман где значит исторически сложилось так что мы мусульмане исторически сложилось так что казахи не едят свинину и поэтому не жители вот это и говорили что вся свинина фурами уходит туда там и сельхозький район рядом омская область и все туда едут и едут то есть поэтому я и говорю россия огромная пусть строят у себя эти свинокомплексы хватит гадить казахстан экологически то в советское время нас этими бомбами атомными все взрывали атомные бомбы водородные бомбы теперь значит мы вроде как независимые государства так они мало того что у нас полигоны арендует по 1000 тенге как говорил один депутат а теперь еще и свинобизнес решили воткнули значит здесь на севере казахстана теперь мы я знаю планирует в акмолинскую область пихнуть также свиней но и дальше и дальше и если мы не остановим они здесь все земли всю пресную воду все нам загадят всеми этими свинобизнесом поэтому надо останавливать изначально чтобы потом не было поздно в общем друзья поддержите поддержите друзья мои надо закрывать свинобизнесе должен быть я требую должен быть один закон который раз и навсегда закроет этот свинобизнес казахстане силу наших традиций силу нашей религии и в силу того что мы не едим это нам не надо нам нужно конь лошади кони фермы лошади и все субсидии должны выделяться на не разведение свиней а на разведение коневодства на коней нам нужно недорогое кониное мясо но этого сегодня нет вот такие друзья мои дела ассаламу алейкум арахмату лагина поддержите меня пишите комментарии ставьте лайки помогайте донатами у кого есть возможность писать внизу будет ссылка а 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 Продолжение следует...